После шести лет падения продажи компьютеров показали рекордные за десятилетия темпы роста. По данным International Data Group, в 2020-м частные пользователи компании приобрели на 13% больше стационарных ПК по сравнению с прошлым годом. Лидерами оказались китайская Lenovo, американские HP, Dell, Apple и тайваньская Acer. Между тем, еще весной, на фоне приостановки заводов в Китае, аналитики сообщали о новом кризисе и самом крутом за 7 лет падения в этом сегменте рынка. В первом квартале 2020-го мы наблюдали серьезный спад, потому что мир был закрыт на карантин, были нарушены цепочки поставок. И вот мы перешли от марта к декабрю, и мы видим, что позитивное движение набирает обороты. Свою роль сыграли карантин и удаленная работа. Наметилась тенденция к переходу потребителей с мобильных устройств на персональные компьютеры. Пандемия, очевидно, оказала негативное влияние на среду обитания человека в целом. В этом нет сомнений, но если каким-то образом абстрагироваться от этого, то можно увидеть, что изоляция людей способствовала развитию потребительских технологий. Анализируя перспективы, в июне мы думали, что потребители будут сокращать расходы из-за экономической неопределенности во всем мире и ситуации вокруг, но все оказалось совсем не так. Повлиять на рынок персональных компьютеров может развитие торгового конфликта между США и Китаем после прихода власти администрации Джо Байдена. Я думаю, все страны нуждаются друг в друге для развития технологий, и никто не выиграет напряженности в торговых отношениях. Конечно, ни потребители, ни многочисленные компании, которые пытаются продолжать работу. Перспективы рынка после пандемии называют одной из тем выставки потребительской электроники CES в Лас-Вегасе, которая в этом году организована в виртуальном формате.